Саламу алейкум, Тумсо. Судя по словам муфтия коров, то его падишах, который ходил в рыцарских доспехах, с которого ржал не только его народ, но и весь мир, тоже должен попасть в ад. Мел аудалу. Саламу алейкум ассалам. Чеченские традиции и устои нарушают кадыров, когда со своей женой начинают сюсюкаться на камеру публично, кормить друг друга с ложечки, дарить цветочки, рассказывать о том, какие они романтики. Это нарушает чеченские устои и традиции. Лучше бы этими вещами озаботился муфтий коров. Что касается никаба. Никаб не является особенностью арабов, это не является частью их культуры. Это вообще на самом деле сугубо исламская тема. Я сам тоже не разделяю того, чтобы носить никабы. Я тоже не говорю, чтобы у нас в Чечне чеченки носили никабы. Члены моей семьи не носят никабы. Понятно, что это не ваджим, не обязательно для девушки. И понятно, что даже в этом вопросе есть какие-то разногласия. Но как бы там ни было, все согласны с тем, что в исламе обязанностью девушки является покрытие всего тела, кроме рук и лица. Соответственно, никаб не является обязанностью. Поэтому я совсем с этим согласен в целом. Но опять-таки вопрос. Неужели за это они попадут в ад? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Это ведь ложь, которую вы возвели на религию, на мусульманскую религию. За это кто-то попадет в ад. Обоснуйте эти свои слова. Докажите нам, что за это они будут отправлены в ад. Саламу алейкум ассалам. Судя по словам муфтия коров, то его падишах, который ходил в рыцарских доспехах, с которого ржал не только его народ, но и весь мир, тоже должен попасть в ад. Ну, получается, да. Но на самом деле, вот эти вот вещи сейчас не столь интересны. Интересно именно возведение лжи на религию, возведение лжи на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приписывая ему те слова, которые он не говорил. А если он их сказал, и мы, допустим, этого не знаем, допускаем, то пусть нам покажут, даже в Сахифе Аль-Бухари, если они не найдут, то это будет возведением лжи на Бухари, но хотя бы в других, может быть, хадисах, в сборниках хадисов они нам это покажут. Пусть вот в таком виде, в котором он это привел, они покажут нам этот хадис, чтобы он звучал именно вот так, что человек, который, значит, одевается как представитель другого народа и тем самым обращает на себя внимание своего народа, будет вернут ад. И вот что так сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Пусть покажет нам этот хадис. Если у Межиева хоть грамм разума остался, то он публично извинится за оговорку. Он не извинится. Я практически уверен, что они просто проигнорируют эту тему, как они проигнорировали слова своего падишаха, который тоже возвел ложь на эту религию и приписал Абу-Бакру Ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, это первый праведный халиф в истории ислама. Он приписал ему те слова, которые тут не говорил. Когда он, помните, приводил знаменитую историю, когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сахабы, мусульмане были тогда в смятении, находились в смятении, и они собрались тогда в мечети и говорили, что такого быть не может, что пророк не может умереть, что он не умер, они не верили. И даже Омар ибн аль-Хаттаб тогда сказал, что он вытащил, обнажил свой меч и сказал, что он зарубит того человека, кто скажет, что посланник Аллаха умер, мир ему и благословение Аллаха. То есть, понятно, что у мусульман был шок тогда. И вот тогда Абу-Бакар Ас-Седдир, да будет доволен им Аллах, вышел из покоя посланника Аллаха, из комнаты посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, где и скончался пророк. Он поднялся на Минбар и произнес свою знаменитую речь. И вот Кадыров тогда, как бы цитируя слова Абу-Бакар, приписал ему лживые слова, о которых не говорил Абу-Бакар. Рамзан Кадыров сказал, что якобы Абу-Бакар произнес, те, кто поклонялись пророку, пусть знают, что пророк умер. А те, кто поклонялись Аллаху, пусть знают, что пророк жив, и он никогда типа не умрет. Что-то такое. И это величайшая ложь, потому что Абу-Бакар не говорил таких слов. Абу-Бакар тогда произнес, что те, кто поклонялись посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знаете же, что пророк умер, как и умерли те, кто были до него. А те, кто поклонялись Аллаху, знаете, что Аллах жив и никогда не умрет. И после этого он привел аят из Бурана, где Аллах говорит, что ты всего лишь пророк, до тебя тоже были пророки, и они умирали. И тогда Абу-Бакар бин-Аль-Хаттаб сказал, что я тогда как будто впервые услышал этот аят. То есть это совершенно иные слова, он их подменил, вы понимаете, он подменил эти слова, солгал, соврал на Абу-Бакара, тем самым попытавшись оправдать ту ересь, которой они занимаются, взывают к мертвым, обращаются к ним, совершают свое многобожие. Он попытался, подменив слова Абу-Бакара, обосновать свое многобожие, сказав, что якобы Абу-Бакар говорил, что типа пророк не умер. На самом деле это были совершенно иные слова. И когда я указал на это, показал его слова, перевел их на русский язык, и сказал, а ну-ка, дорогие представители духовенства, вы либо докажите, что так было сказано Абу-Бакаром, либо извинитесь за своего падишаха, они это просто проигнорировали, потому что обосновать это они не могут, а извиняться за падишаха, ну не гоже, за это падишах может отправить куда-нибудь на каторгу. Поэтому эта тема просто так ушла в небытие. Я думаю, что здесь сейчас будет то же самое, а не просто проигнорит. Тумсо, в некоторых вещах я с тобой согласен на 100%, а в некоторых категорически нет. Но в любом случае ты достойный противник. Пожаловать тебе руку за твои дискуссии, мир твоему дому. Вообще, в целом, это так и должно быть. Ты не должен со мной соглашаться во всем. У тебя должно быть свое мнение. И где-то наши с тобой взгляды могут сходиться на 100%, как ты указал. Где-то они могут сходиться на процентов 80%. В чем-то ты можешь со мной соглашаться, а в чем-то ты можешь категорически быть со мной несогласным. И мы с тобой можем на эту тему спорить, дискутировать, при этом не выходя за рамки приличия здравого смысла. Поэтому это нормально. В этом нет никаких проблем. Так что мир и твоему дому тоже. Никак для Чечни это слишком. Слушайте, я не спорю. Это, я думаю, что вообще вопрос вот этого дресс-кода, да, кто что носит, я убежден в том, что это вопрос каждой семьи. Это не вопрос государственный. Если это не нарушает там каких-то наших устоев, да, то в этом случае на подобные вещи должны закрываться глазами, должны как-то по-легкому к этому относиться. Я считаю, что если кто-то хочет носить никап, это ее личное право. Никто не может это запрещать. И да, я говорю, что мы как бы в моей семье тогда не практикуются, мы не сторонники. Но если кто-то хочет носить, какое право имею я там или муфти и коров запрещать? Ведь никаких чеченских устоев или традиций тем самым эти девушки не нарушат. Чеченские традиции и устои нарушают кадыров, когда со своей женой начинают сюсюкаться на камеру публично, кормить друг друга с ложечки, дарить цветочки, рассказывать о том, какие они романтики. Вот это нарушает чеченские устои и традиции. Вот лучше бы этими вещами озаботился муфти и коров. Придумал бы тоже там какой-нибудь хадис на эту тему и испугал бы своего падишаха. А если кто-то надел никап, это не нарушает никап наших устоев или обычаев. Наоборот, чеченские традиции и наши устои, они зиждятся на скромности девушки, на отсутствие какой-либо вульгарности. И в данном случае никап это соответствует нашим устоям. Поэтому это вопрос, который касается лично каждого человека, ее семьи. Они у себя внутри сами это как-нибудь порешают. Ни я, ни тем более муфти и коров не должны в это вмешиваться. На улицах своего города постоянно вижу девушек никап. И вот это, кстати, тоже обидно. Это то, что, допустим, в Швеции чеченка или любая там мусульманка может свободно выйти в никабе и за это ее не остановит полиция. Ее никуда там не заберут. Ее родственников не привезут. Их не отчитают. Ничего подобного не произойдет. Хотя Швеция это не мусульманская страна. И для шведов это непривычно. Это не их устои, не их традиции. Но также устоями и традициями шведов является свобода самовыражения, свобода слова, свобода в выборе одежды. Поэтому они на это смотрят как на право человека. И за это никак этого человека не преследуют. И здесь даже есть прецедент, когда по Европе прошла вот эта волна. Во Франции запретили никабы. По-моему, в Бельгии еще запретили никабы. И в Швеции тоже попытались это сделать. Дело дошло до суда. И в суде было вынесено решение, что не имеет права государство запрещать носить эти никабы. И даже если бы Швеция это запретила бы, все равно у нас не было бы таких вопросов. Вы знаете, это как бы... Ну вот Франция, допустим, запретила. Для нас это понятно. Да, конечно, это нарушение прав человека. Это противоречие их же демократическим ценностям. Но в целом мы понимаем, что это не мусульманское общество. И от них это как бы... Ты можешь это ожидать. Но когда в Чечне чеченки на своей родной земле не могут выходить в никабе, потому что они так хотят, тем более еще и в период пандемии, когда требуется носить маски, и запрещают им это те люди, которые позиционируют себя как защитники ислама, защитники сунны и мусульман, служители Корана. В общем, это, конечно, жесть. Да кто этому черту коров доверит? Ну, честно говоря, я бы тоже не доверил. Но с коровами, если бы он, допустим, с этим своим посохом, да, он же ходит за этим посохом, если бы вот прям в этом его образе, в его этой одежде, в этой папахе, с этим посохом его просто переместить на пастбище и дать ему смотреть за коровами, там, овцами, то он очень круто сразу же впишется. Ни у кого не возникнет никаких вопросов. Он будет смотреться очень органично с этим своим посохом. Он, ну, нормальный такой будет пастух. Че бан. Субтитры подогнал «Симон»